Так, кто присоединился? Спасибо, давайте приступим. Как всегда вначале с кем еще незнакомый, я коротко представлюсь. Меня зовут Данил Динцес. Мы сейчас постарались сделать такую трансляцию. Соответственно, меня здесь немножко видно. Видно будет, если я буду вставать куда-то, выходить в класс, хотя на вебинаре в разы больше людей. Почему такая тематика? Потому что, действительно, все меняется и меняется очень быстро. Вот если взять, допустим, область, которой я работал, это IT, телеком, виртуальное обучение, то, в общем, если еще несколько лет назад цикл такой смены парадигмы, если так можно выразиться, считался где-то лет примерно 5, то есть когда менялись радикально технологические платформы, что в свою очередь давало возможность какие-то предложить новые услуги, ну вот, собственно, как те же самые вебинары, да, вот как раз сейчас огромные 6 лет, там чуть больше 5 лет, так мы их промышленно используем, и промышленно запустили. Ну вот сейчас, соответственно, уже они за это время довольно существенно развились. Наверное, многие из вас были и на других форматах обучения, то есть время что-то нужно менять. А вот сейчас этот цикл изменений, он сократился уже в силу такого достаточно взрывного роста технологий, ну, наверное, лет-то трех. Вот. Поэтому вопрос, на самом деле, стоит достаточно активным. Но есть давно известный, кто сталкивался с различными подходами к управленческим, подходами к менеджменту, вы наверняка сталкивались и с понятием таким, как управление изменениями, да, что любое изменение – это всегда какой-то риск и так далее. Но вот что такое изменение вообще, да, хорошее такое слово. Вот. Вот. Было, оно использовалось в очень многих стандартах. Мы с вами сейчас будем в основном ориентироваться на стандарты, связанные с портфелями проектного управления. Вот. Ну, изменения-то бывают, в общем, разные. Да, можно поменять, чтобы немножко там в текущем бизнес-процессе, а можно вообще-то поменять полностью направление деятельности компании. Вот на эти вопросы, ну, как-то так подходили стороной. Вроде как все это изменение, ну, масштаб раз. Да, ну, вот где-то примерно года полтора назад, в ноябре 2013 года, тот самый, в общем-то, известный институт управления проектами, прочих, вот мне статью Тони выписали очень хороший документ, который называется «Практическое руководство по управлению организационными изменениями». И, в общем, можно сказать, что уже я, в том числе, за эти полтора года обкатал, если так можно выразить, в какой степени этот документ. И чем он хорош, почему, вот я считаю, что, ну, так сказать, поделиться, да, какими-то аспектами его применения. На мой взгляд, он хорош в тем, что, наконец-то, ну, по крайней мере, в области портфельного проекта в управлении, первый, может быть, где-то, конечно, уже это и встречалось, я там не сталкивался, говорить не могу. Разделили изменения, как раз на разные уровни. То ли те, которые совсем небольшие, те, которые покрупнее, то есть на каком уровне они управляются, на каком уровне компании их реализовывать, какие для этого создавать управленческие структуры, какие выделять ресурсы. Вот это вот все ранжирование в этом документе было проведено и не просто проведено, но и увязано с методологиями как раз проектного, программного, портфельного управления и в том числе с методологиями операционного управления. Потому что, на самом деле, масштаб изменения измеряется не только, не только в деньгах или в облеченном персонале. Да, вот я здесь вот такой вот слайдик заготовил, да, вопрос, собственно, ко всем, к тем, кто присутствует, и к тем, кто присутствует, имеется в виду в классе, к тем, кто на вебинаре. А вот с точки зрения проведения изменений, что это между этими двумя компаниями общего, казалось бы, да, совершенно там разные области, совершенно разные отрасли. Отрасли, хочу, чтобы у меня на первый слай, на первый монитор, а они что, проводили изменения? Ну, изменения, наверное, все проводят. Это вообще, наверное, можно кого угодно сказать. Изменения, это они, конечно, проводят. А вот что между ними общего? А общего между ними никто не хочет на вебинаре, никто не хочет взять слово, можете включить микрофончик, если есть желание, нет? Или написать. А общего между ними, на самом деле, то, что у этих компаний, то, что другие считали бы достаточно крупными проектами, вообще считается операционная деятельность. То есть, например, открытие, скажем, нового Макдональдса, то есть, ну, все-таки довольно приличный проект, да, это построить какую-никакую конструкцию, набрать персонал, создать логистику. Ну, в общем, так, неплохой проект получается. А запустить, например, новую нефтяную скважину, так как непосвященному человеку посмотреть, тоже будет там, потому что колоссальные вложения, и, опять-таки, логистику свою трубопроводную подтянуть надо, и оборудование, и так далее, и так далее. А вот у них, на самом деле, подобные вещи не реализуются как проекты, а реализуются как операционная деятельность, как просто операционное обновление. Почему? Потому что огромные масштабы, и в рамках масштабов таких компаний вот эта типовая деятельность, она настолько стандартизована, что ее решили на какой-то момент времени, или просто решили не формировать как проект, не усложнять, что называется. Просто изменения текущей, да, там открыли новую точку, новую скважину запустили. Вот, поэтому масштаб изменений определяется не только тем, не только тем, как, какие требуются ресурсы, какие требуются финансы, ну и тем, как это сказывается на деятельности организации. Потому что для какой-то организации, может быть, казалось бы, наоборот, совсем относительно незнакомое, и хотя и небольшое, но уже нужно затевать целый проект, выделять вот это целевым образом ресурсы, а иногда принимать решения на уровне старшего руководства компании и так далее, и так далее. Поэтому, вот, чему это руководство, это практика ругает, на мой взгляд, еще оценивает, как раз тем, что и предлагает рассматривать, в принципе, изменения, как адаптивный процесс в любой организации. Ну, коллега, вы действительно задали вопрос, а у них были изменения? Это действительно, это правильно очевидно. А у вас? Насколько? Я сколько знаю, у вас сейчас достаточно крупные. А, вы, а, то есть у вас уже изменения такие уже и персонального даже? Да. И персонального даже плана получились? То есть... Ну, везде, в любой организации они возникают, и поэтому, если каждый раз что-то поменять, будет становиться, что называется, проблемой... Или какие-то глобального характера, там, например, какой-то новый подход к клиентам, или... А, то есть, да, это правильно, это глобальная характера. Или, например, реструктуризация, там, например, была у них структура по странам, а они там разбились по макрорегионам, или, наоборот. Ну, совершенно верно, да, это как раз то, о чем вы и говорите, что изменения-то могут быть маленькие, там, новая должностная позиция в компании организовала, все равно изменения, все равно вроде как-то надо... Там, вы должны свою инструкцию сделать, и обязанности перераспределить, и еще там чего-то сделать. А может быть, да, вот такого плана, вот такого масштаба изменения совершенно другие. Вроде бы и то, и то изменения, и те, и те бывают в любой организации, и к этому надо вот каким-то образом быть готовым. Что значит, каким-то образом быть готовым? Ну, есть такая компания, кто работает в компьютерной области, ее должно хорошо знать, кто не работает, ну, поверьте, что очень крупная, уважаемая, называется «Компьютер отсущенец». Вот они нечто схожее, такой же вебинар делали, и вот я, так сказать, послушав, решил у них, так сказать, процедировать. Да, вот, правильно, нужно ответить на несколько таких вопросов. Как мы приоритизируем инвестиции? То есть, опять же, крупные, средние, небольшие, текущие, значит, кто за них отвечает? Как мы привлекаем, ну, здесь, в общем, в оригинале было, правильных людей, причем правильных людей понимается, естественно, на всех уровнях, то есть, начиная от уровня поддержки руководства, например, если мы говорим об уровне, допустим, проекта, кто там будет являться, кто будет являться, скажем, спонсором проекта, так, кому прийти за поддержкой. Так и на уровне какого-то сугубо операционного, ну, банально, которые достаточны, например, у нашего подразделения бюджет операционный, чтобы провести какую-то текущую реорганизацию. Как контролируется реализация вот этих новых подходов? А если необходимо, то и вносить какие-то текущие изменения, в конце концов, подтвердить, что цель достигнута, но опять-таки, кто сталкивался, я не знаю, может быть, в курсах тоже, что есть такое понятие, я вам здесь даже прямо напишу, пост имплементейшн ревью, PIR, вот такая достаточно известная аббревиатура, PIR, пост имплементейшн ревью, что это такое? Это оценка успешности изменения по истечении какого-то периода времени. То есть не просто мы его сделали, план написали, план реализовали, ну, там, слава богу, хорошо. Нет, а этот план, ради которого мы там обещали какие-то там вкусности, золотые горы и так далее, то есть какие-то результаты, да, если так строго сказать, они действительно по факту потом оказались достигнуты, повысилась какая-то эффективность или там удалось выйти на новые рынки или еще что-то, или еще что-то, да. Вот, собственно, ответ на эти четыре вопроса, и они уже тоже показывают, да, кто должен контролировать, это разные уровни, разные уровни принятия решений и так далее. И вот, в итоге, изменение категоризии, предлагается категоризировать по трем основным подходам. Дальше поговорим немножко в более деталях, значит. Первое, то есть самое, что-то такое небольшое, это модификация существующих рабочих процедур. Ну, кто это может делать? Правило, в рамках операционного своего какого-то набора действий, то есть руководитель отдела, то есть какого-то подразделения может что-то сделать, это действительно изменение быстрое и, как правило, хотя не всегда, вот здесь я не соглашусь с категоричным утверждением, но, как правило, да, все-таки легко обратимо. То есть мы подстроились под какие-то вот текущие нужды, но затем они прошли, перестроили еще раз такая быстрая адаптивная модель. Второе, это изменение рабочих процедур, то есть это что? Вот это может быть перераспределение рабочих должностных обязанностей таких-то или введение тех же новых технологий, ну, вот как, вот сказать, да, например, тут страновое страновое распределение сделали там, например, продуктовое, да, или там макротерриториальное или что-то в таком роде, да. Вот, значит, обратить это уже действительно достаточно сложно, достаточно сложно, отказаться достаточно сложно. Ну, и максимально это действительно, вот, скажем так, написано, крупное изменение ценностей компании. Это действительно это выход на какие-то новые рынки, это изменение бизнеса, мы об этом как раз чуть дальше и поговорим, это уже, конечно, практически необратимо к компании, что называется, просто полностью уходит в какой-то другой сегмент, я постараюсь показать, пример. И вот то, о чем я и говорил, очень правильная штука, которую мы сделали, которую мы имеем в смысле сделать, это в зависимости от масштаба изменений связывать их с тем или иным уровнем управления, потому что свои методики управления, свои лучшие практики, они, естественно, в зависимости от вот этого масштаба, они немножечко различаются, ну, немножечко так мягко сказано, да, то есть есть уровень. Операционный, есть уровень проектов и программ, но они на самом деле различаются, есть уровень уже портфельный, который как раз будет затрагивать всю организацию, всю организацию в Садюбон. Кто знаком с портфельным управлением с проектом, наверняка помните, видели, да, вот эту пирамидку, она, в общем, достаточно хорошо известна, и вот как раз такое связывание, такое связывание сделали, да, от стратегии компании до операции. И задача как раз состоит в том, что мы постепенно, это, естественно, никогда не бывает сразу, сразу это невозможно, начиная с такого операционного уровня, с уровня отдельных проектов, постепенно выстроить единую структуру управления изменений, чтобы можно было классифицировать, к какому уровню относится, к чьим полномочиям относится, соответственно, какого масштаба ресурсы можно выделять, и так далее. Вот, собственно, об этом мы с вами и поговорим. Да, и тогда уже изменения, действительно, вот как я на одном из вот этих начальных слайд с Вардоной и Самойлукойлом показал, можно во многом рассматривать в целом, в жизни компании как процесс, да, то есть, каждое какое-то новшество, это уже не катастрофа, которую надо там пережить каким-то образом, да, и, собственно, стоит некий такой нормальный, планомерный подход. Ну, банально, самые общие требования, да, как чек-лист, сделан очень хорошо на самом деле. Такие есть возможности. Естественно, у любой компании, как правило, возможности, количество возможностей превосходит ее ресурсную базу. Ну, вот, взять, допустим, на примере того же специалиста и вот этих всех так называемых технологических форматов обучения, которых сейчас уже три, я думаю, что будет запускаться и четвертый. Почему? Потому что, да, это разные варианты присутствия. Я там недалеко сегодня поднос профессиональный групп, тоже там, в обсуждении, но часто, честно говоря, давно не сталкивался, вот опять пришел столкнуться с мнением, что, ну, это, конечно, неочное обучение, это вот только как там замена, если очень невозможно. конечно, все уже давно не так, давно не так. Есть огромное количество разных вариантов вот такого технологического обучения, есть вот вариант такой, как мы сейчас с вами, вот кто-то присутствует в классе, кто-то присутствует на вебинаре, есть вариант оффлайна, кто-то потом посмотрит запись. Ну, для таких небольших семинаров это, в общем, возможно, есть только длительный курс, это не очень эффективно, но, тем не менее, такие опции тоже существуют. кому-то нужно подстроить свое рабочее время, да, вот, например, ну, не может чем-то рваться там целую неделю, посвятить какому-то курсу, может, по-немножку, то есть, разные форматы, разные комбинации форматов, это разные возможности, одна компания предложить все практически не может, поэтому, что там, наши возможности, если они соответствуют наилучшим образом именно нашей целевой аудитории, ценностям компании, то есть, естественно, допустим, если продолжать вот эту, ну, не аналогию, а этот пример со специалистом, то почему выбраны именно вот эти форматы технологического обучения, там, формате, вот, вебинар, такой, синхронный вместе с обычной группой, формат, вот, открытого обучения, вот, обязательно, там, кто, если еще не смотрел на сайте, и очно-заочно, то есть, когда там, раз в неделю встреча, между ними, люди занимаются самостоятельно, потому что это позволяло использовать как раз именно нашу базу ручную, использовать базу тех же вебинаров, тех же сгенерированных записей, выбор правильного момента, ну, безусловно, тоже, безусловно, тоже, потому что те же вебинары запускались в прошлую волну кризиса, когда была экономия командировочных расходов у организации, просто на поездках у людей и так далее, естественно, постоянный мониторинг исполнения, потому что те самые ценности или выгоды, как они называются, да, они, как правило, генерируются не в рамках портфеля, не в рамках, точнее, проекта или программы, а уже вот именно в рамках портфеля, то есть, где-то на более дальней стадии операционного управления, да, когда проект реализуется, вот, внедряется, и уже нужно мониторить его исполнение, поэтому, укропнем, ну да, пошаговая структура, сбор идей, их приоритизация, отработка наиболее, так скажем, эффективных в этот момент времени, реализация их через отдельные проекты, но проекты не просто отдельные, а почему говорят управление портфелями, потому что это задача портфеля координировать, запускать новые проекты, координировать получение выгод, ну вот, собственно, так примерно, вот такими циклами, вот как в этой книжке проекта Калгайд нарисованной, я оттуда взял скриншот, так же оно примерно и у нас, шло, вот, если я сейчас вот так допустим возьму, просто покажу, вот они наш три вот таких технологических формата, действительно преобразование бизнеса, вебинары запускались первыми, они там что дали, вот так же, как сейчас в время нашего небольшого мероприятия, так же и во время обычных занятий, когда есть вебинары, проводятся записи, да, вот, а, значит, если предъявить какие-то определенные требования, естественно, сейчас не буду в это углубляться, это наша уже специфика, то эти записи можно использовать в дальнейшем, для того, чтобы, вот, например, в формате того, что там очно-заочного или открытого обучения, можно было часть материала передать на самостоятельное изучение, я подчеркиваю, только часть, разумеется, но и таким образом выстроить определенное взаимодействие, когда с одной стороны наш слушатель может сам как-то варьировать временем, где-то даже иногда немножко варьировать материал, в то же время и общаться с преподавателем, вот этот цикл, в общем-то, на самом деле такой и был, то есть если так вот сопоставить, там первый проект это был, вебинар, и затем, когда они пошли, программа на основе запуска следующих проектов, которые там модифицируют, запускают, и вот это все объединено уже в общий портфель, потому что есть общие требования, есть общие методики и так далее, это действительно, это действительно так. Вот поэтому, как я и говорил, то, что написано, это действительно, имеет место быть, это не просто вот что-то такое, что-то такое абстрактное, а вполне-вполне реальное, так этому и нужно подхватить. Есть еще, если вспомнить, такой принцип Деминга, приходилось сталкиваться, откликнитесь мне, пожалуйста, не приходилось сталкиваться, вы-то сталкивались, да, приходилось сталкиваться с Деминсом Демином, да, кто на вебинаре, тоже не откликнитесь, пожалуйста, плюсиками хотя бы, да, Что он нам говорит? Что не надо хвататься, улучшать все сразу, нужно выбирать такие конкретные локальные точки для улучшения и, соответственно, отработать, посмотреть, что получится, затем на базе этого переходить к следующему участку. Вот он, собственно говоря, есть, я вам пример так и приду. Хорошо, давайте сделаем, наверное, маленькую паузу как раз на первую сессию вопросов-ответов. Если по общей такой задаче появились какие-то вопросы-соображения, давайте, вы мне их зададите или озвучите, а потом пойдем дальше, уже как раз посмотрим стратегические изменения, изменения среднего уровня, изменения проекта. То есть по каждому из этих шагов по отдельности. Так, ну хорошо, давайте тогда начнем с крупного, да, стратегические изменения, такая вот картинка. О чем она говорит? О том, что если изменение стратегическое, значит, оно захватывает всю компанию, значит, множество бизнес-процессов, и там все очень-очень, как вот эти шестеренки взаимосвязаны. Как с этим быть? Как с этим быть? Ну, в этом смысле это всегда почти разработка какого-то нового направления работы компании. Я даже сначала давайте перейду, наверное, на следующий слайд. Вот, особенно, ну, так, люди, да, собственно, кто угодно. Можете догадаться по вот этим картинкам? Компания. Нокия. Нокия, да, да, да. Нокия, вот видите, как вы правы. Нокия занималась производством бумаги, потом шин, потом устройствами для электроэнергетики, а потом перешла уже в бытовую, в сегмент бытовой электроники, а сейчас уже, даже этот слайд уже устарел, уже перешла в сегмент телекоммуникационного оборудования. Да, то есть, естественно, каждое такое изменение, это стратегия, это стратегия развития, которая начинается с чего? С управления, с управления требованиями, то есть, что должно быть реализовано глобально, укрупнено на уровне, на уровне компании. Исходя из этого, в портфель отбираются проекты и операционные сервисы, и это все балансируется, балансируется, балансировка портфеля на условиях допустимого объема инвестиций, ожидаемых выгод, устроения рисками. И вот, обращаю ваше внимание, момент, к которому мы еще чуть дальше с вами вернемся, если компания работает над стратегическими изменениями, просто крупными для самого масштаба изменениями, крайне целесообразным является построение структуры, которая называется офис управления проектами, то есть, некая централизованная структура, подразделение, которое бы выполняло внутреннюю такую методологическую работу, то есть, централизованные всевозможные регламенты, чтобы формировались, для того, чтобы формировался единообразный пакет документов, которые бы в различных проектах можно было использовать, пакеты критериев, по которым можно было бы контролировать исполнение проектов. Это все функции офиса управления проектами. Почему это важно? И чем крупнее портфель, тем более важно, потому что, когда вот следующий шаг, да, управление ресурсами, так звучит очень хорошо. Что значит управление ресурсами? В первую очередь, это люди. Человек переходит из одного проекта в другой, и если он попадает в совершенно новую среду, в новые принципы работы, то абсолютно очевидно, что его эффективность, а значит, эффективность всей команды будет существенно ниже. Ну, кто у меня уже бывал, знаете, там один из моих любимых графиков, это Гартнеровский график, изменение эффективности работы при организационных изменениях и вообще работы команды. Да, вначале может быть всплеск на все, ура, ура, там толкают, а потом всегда будет провал. Почему? Потому что нужно приспособиться. То потом можно уже выйти на какой-то новый уровень. А вот если люди будут в разных проектах внутри компании попадать фактически в разную организационную среду, вот этот провал будет все глубже и все дальше, и все дальше, и все дальше. Вообще вероятность того, что у нас достичь чего-то такого, скажем, подобающего, она становится очень небольшой. Поэтому задача офиса управления проектами, она в этом смысле очень важна. Это фактически стандартизация, единообразие, организационное единообразие, естественно, не технологическое. Организационное единообразие выполнения проектов, которые, по крайней мере, включены в один портфель. Лучше, если в рамках вообще всей организации в целом, именно для того, чтобы все сотрудники работали, что называется, в одной среде, решения принимались по одним принципам, контролировались по одинаково, были схожим метрикам и так далее. Тогда можно уже как-то обоснованно приступать к реализации проектов. На самом деле, конечно, все оперативно, это на слайде так красиво рисуют, что это все линейка. Эта линейка, скажем так, я думаю, все понимают, в рамках одной итерации, не более того, потому что накапливается опыт. И вот как раз дальше, опять-таки, задача офиса управления проектами будет состоять в том, чтобы этот опыт накопить, как-то проанализировать и передать уже в виде регламента в следующий проект. Особенностью портфеля, в отличие, например, от того же проекта, еще является то, что портфель изначально, когда запускается, он не ограничен во времени. То есть, если проект, когда запускаем, мы говорим, он должен быть закончен в таком-то часу, буквально в какой-то дате. В противном случае проект будет считаться неуспешным. Для проекта это правильно, а вот для портфеля нет. Для портфеля практически невозможно задать временную границу. Практически невозможно. Потому что задача портфеля – это какова? Достичь вот тех самых целей, достичь вот тех самых изначально утвержденных требований. И пока они не достигнуты, или не пришло понимание, что их невозможно достичь, не имеет смысла. Вот до тех пор портфель будет продолжаться. Внутри портфеля могут и должны инициироваться новые проекты. Тот же пример с нашей информационной обучения. Мы запустили один, отработали его конкретно вебинары, посмотрели, какие артефакты у нас остаются, накапливаются в виде тех же записей, в виде электронных материалов. А да ведь, кто у нас занимался, если в последнее время, скажешь, ну, что все в электронном виде. А почему бы все перешло в электронный вид? Потому что нам вебинары заставили, по большому счету. Шесть-семь лет назад еще очень много было печатных материалов, много на доске писали. От этого отказались. А раз появились новые артефакты, как раз появилась возможность запускать какие-то полусамостоятельные форматы обучения. Потому что это уже материалы, которые могут быть распространены. Это уже инструменты, по которым можно в каких-то случаях получить обратную связь, например, тестирование и так далее. То есть запуск, например, следующего проекта, следующего формата обучения, он не был, что называется, запланирован изначально. Он был реализован именно в рамках анализа того, того, что мы достигли и какие у нас есть наработанные возможности. Но, естественно, любым вот этим нарабатанным возможностям артефактами наступает где-то вот предел. Все, есть такой предел эффективности границы портфеля. Заочин, да, невозможно сказать, когда он наступит, но когда-то он наступает. Когда-то он наступает. То есть это, опять-таки, задача анализа, реализации этого измерения. Все, мы достигли, нам есть еще смысл вот этот вот сегмент нашей деятельности, который мы решили запустить, новый сегмент деятельности. Раз мы говорим об изменениях, есть его еще смысл развивать или нет? Если мы видим, что переходим уже постепенно-постепенно в эту положенную плоскость, то, наверное, надо сказать, что все, мы достигли, мы фиксируем. Эта деятельность теперь полностью становится операционной, где-то вот с этого момента времени полностью становится операционной. Портфель закрыт, ну и остается что? По истечении какого-то периода времени провести тот самый пост-инклементейшн-ревью, понять, что действительно мы добились поставленных результатов, или же мы их не добились, или добились, но не в том объеме, что часто бывает. То есть подвести некоторые итоги. И вот, собственно, если говорить как раз в преломлении на обучение, в преломлении на курсы, то как раз вопросы, связанные с организацией, именно портфельной работы, вот такого глобального изменения бизнеса, они рассматриваются в рамках стандарта управления портфелем, ну и, соответственно, от двухдневного курса, который полностью посвящен именно управлению портфелем. Так, давайте я, наверное, еще раз сделаю паузу. Так, пожалуйста, здесь какие у кого вопросы, комментарии, пожалуйста, можете себе включить микрофончики, коллеги. Я вижу, у нас еще раз в бинаре люди подключились. Пожалуйста. Хорошо. Так, ну тогда переходим на следующий уровень. Изменения, которые получили название тактических и связанных изменений. Ну так, если быстренько вспомнить, тактический горизонт планирования это какой? А сколько? Три года. Да, в наших условиях где-то больше одного года, но, как правило, до трех лет так считают. Ну, в международной практике считают там до пяти лет, ну, в общем, пока не относится. У нас где-то до трех лет, до трех лет, да. Так, тактические изменения. То есть, понятно, что за три года полностью бизнес не перестраивается, но, тем не менее, что достаточно крупная, которая существенно изменяет деятельность организации. Возможно, это направление новой ветки деятельности, то есть не полное преобразование, но новая ветка деятельности. Возможно, это какой-то радикальный переход на новые технологии какие-то, как вот это было в свое время. Банковском деле, ну, достаточно давно. Сейчас, допустим, ну, из таких отраслей, ну, торговля вот за последние буквально на десять лет, это ее логистика полностью, так сказать, видоизменились. И когда внедрение различных систем автоматизации просто поменяло по многам даже принципы, сами принципы работы. Ну, вот, опять-таки, для тех, кто сталкивается, да. Ну, тут я даже спрашивать не буду, компания, понятно, что знакомая, да. Вот. Вот как раз тот же Майкрософт, чем сейчас занимается последние, наверное, 3-4 года, да. Это провозглашенная ими стратегия услуги и устройства, да. То есть, если сколько, вот, на это Майкрософт уже почти 30 лет, в принципе, больше уже почти 40 лет существуют. Традиционно они всегда были в сознании, так сказать, наверное, всех до сих пор останутся в основном поставщиками именно программного обеспечения. Ну, вот. Технологии поменялись, и даже таких гигантов заставляют меняться, что они, вот, начали выпускать, да, вот, в свои устройства собственные. Они стали... Ну, не то, что собственные, они просто купили у Нокии что-то, и они просто внедряют... Ну, не вовремя, Олега, не только, ты был вовремя, и это тоже, это же тоже трансформация. В этой части я с вами полностью согласен. Правильно, они купили у Нокии одну часть бизнеса, они запустили свое производство вот этих планшетников, производство еще чуть раньше вот этих игровых приставок. Они у нас не очень известны, а, вообще-то, в мире-то это номер один на рынке вместе с Sony и PlayStation. Одни там на полпроцента перейдут, а другие. Вот. Переход вот в эти облачные сервисы, то, что, в общем, раньше у Microsoft никогда не было, так сказать, я всегда купил рецензию, пользуешься, да. Вот. А сейчас, пожалуйста, подключайся, куда-то пользуйся, можешь себе даже не устанавливать. Вот. Ну, опять же, это тактическая... Тактическое изменение с точки зрения масштаба... Понятно, да? Соответственно, если мы это немножко так спроекцируем на каждую свою компанию, вот что это может быть? Да, это будет формирование каких-то новых дополнительных отраслей, которые, в общем, вполне возможно, в какой-то перспективе станут и основными. И вот такого рода изменения, такого масштаба изменения, которые затрагивают существенную часть бизнеса, но все-таки, но все-таки нет. Весь бизнес. Их формально относят к изменениям, которые администрируются через управление программой. Значит, тоже давайте... Так, немножечко попробуем вспомнить. Скорее, кто там на вебинаре? Да, попрошу поактивнее тоже подключиться. Что такое программа проекта? Чем она характерна? Вот чем программа проектов отличается от одного отдельно взятого проекта? В одну сторону и вот портфеля в другую. Никто не припоминает, не приходилось сталкиваться? Нет? Нет. Никому не приходилось, да? Ну, хорошо, значит, понятно. Про курс тогда скажу тоже где-то там чуть позднее, но... Само понятие программы формально, что это такое? Это несколько взаимосвязанных проектов, которые, во-первых, приводят к достижению целей, которые невозможно достичь одним проектом, а во-вторых, которые конкурируют за ресурсы. То есть, проекты взаимосвязаны не только по целям, но и по области деятельности. Потому что они, как правило, конкурируют за ресурсы. То есть, одни и те же люди, одно и то же там оборудование, если это, например, какие-то строительные, может быть, проекты. Откуда вообще пошло понятие программы проектов? Строго говоря, какой-то жесткой вот такой границы между проектом и программой не существует. Между... Вот портфель, да, портфель четко ограничивается, потому что это, во-первых, стратегические инвестиции, во-вторых, портфели включают в себя операционную деятельность, это четкое ограничение. А и программа, и проект имеют какое-то всегда окончание, да, новое. Вот, допустим, ну, буду продолжать, например, от того же специалистов. На самом деле, вот, весь вот эта программа, и потом уже, например, ростшая, как я рассказывал, портфель, выстраивание новых форматов обучения, оно строится из множества очень-очень маленьких проектов. Почему? Потому что организация, которая в основном ведет операционную деятельность, для себя проектная культура относительно невысокая. объективно, основная деятельность операционная. Небольшим проектом проще управлять себя, но, опять же, чем крупнее, там сложность любит, понятно, она растет, не линейно, а там экспоненциально, и вот, соответственно, соответственно, проще запустить множество небольших проектов, и чтобы кто-то, скажем, там, один-два человека, вот, так называемый, вот, их координировали между собой. В крупных организациях, проектах, программы возникают, как-таки, своего рода, ну, можно сказать, где-то обособленные, нельзя назвать подразделения, но обособленные участки деятельности со своими ресурсами, когда менеджер программы отвечает за конечные результаты, для его достижения дробит на, вот, проекты, сам перераспределяет ресурсы, может переприоритизировать проекты для того, чтобы обеспечить там тоже лучшую производительность или в зависимости, там, каких-то, вот, здесь на слайде написано, особенности бюджета и так далее. При этом программа, как правило, должна иметь ожидаемый срок окончания, здесь уже ожидаемый срок окончания появляется, но, в отличие, опять-таки, от проекта, он не является, он не является каким-то таким жестким, да, то есть изменение срока реализации проекта, в принципе, считается вполне допустимым, допустимым, если это обосновано тем же самым инвестиционным анализом, получением каких-то выгод и так далее. В чем отличие с точки зрения нашей тематики, с точки зрения изменений программы от проекта? Ну, понятно, основной это действительно масштаб, но вот в проекте, кто? Вы же вы были на правильных курсах, или вы были уже, да, в проекте что? Любое изменение считается всегда угрозой, ему нужно противодействовать, противостоять, да, это прямо пишется основная, это действительно основная задача любого руководителя проекта, стараться, значит, называется, вот, пихнуться, чтобы никакое изменение уже по ходу реализации, ну, так не навязать, понятно, что это не всегда удается, но надо минимизировать, это основная задача. А вот руководитель программы с точностью до, наоборот, что называется, руководитель программы должен, наоборот, искать изменения, которые могли бы поспособствовать, которые могли бы поспособствовать лучшему достижению целей, которые стоят перед его программой, вплоть до запуска новых проектов. То есть программа изменения рассматриваются как возможности? Да, программа изменения рассматриваются как возможности и прямо вменяются в обязанность руководства программы. Идентифицировать, выявлять, запускать в реализацию. И в программе, хотя и в явном виде не указывается операционная деятельность, но понятно, что крупные результаты должны быть переданы в эксплуатацию, поэтому там предусматривается такой период поддержки. Это тоже такой немножко стык с портфельным управлением, но тоже, наверное, везде это нельзя так уж абсолютно жестко разделить. И поэтому выделяется вот такой период поддержки, да, sustain, да, то есть поддержка выгод, то есть посмотреть, действительно убедиться, опять смотрим, пост имплементейшн, ревью, что да, действительно достигнуты цели тех проектов в комплексе, в совокупности, которые изначально заявлялись и изначально планировались. В том числе, да, вот как раз как вы и сказали, поддержка перспективы. То есть если запуск, или вот как я пример приводил, в эксплуатацию какого-то одного вида деятельности, то есть уже все, закончен проект, но он создает новые возможности, да, их нужно рассматривать как возможности вовлекать в заинтересованные стороны, ну, опять-таки, если продолжать тот же самый пример, кто у нас в заинтересовании стороны, ну, естественно, в первую очередь руководство, да, это расширение предложения, расширение, естественно, возможная клиентская база, это, естественно, там, подразделения технические, подразделения методические, которые вовлечены, причем кто-то, так сказать, заинтересованная сторона, это же не значит, что заинтересованные обязательно позитивные, да, вот, стейхолдеры, как известно, могут быть и позитивными, и негативными, да, и вот точно. Последовательная реализация, мы действительно шли тоже по таким шагам, то есть выделение каких-то амбициозных последователей, то есть, по-моему, суббори энтузиастов, тоже мы чуть дальше скажем с точки зрения проведения изменений именно как такой шага, да, вот, а уже на базе наработанного такими энтузиастами опыта постепенное подтягивание всех остальных и, что называется, вменять уже в какой-то момент просто в обязанность использовать соответствующие форматы деятельности. Вот, ну, как я и говорил, да, тоже соответствующая ссылочка, значит, если как раз изменение уровня, который требует запуска программ, то есть, опять-таки, стандарт управления программами проектов, да, и вот по нему также свой есть негативный курс. Давайте тоже сделаем, ну, один вопросик был по ходу, ну, давайте сделаем тоже паузу, пожалуйста, по тактическим изменениям, которые реализуются через механизм, через стандарты управления программой. Здесь такие есть вопросы, комментарии тоже, пожалуйста. Вот, не стесняйтесь, вот, и будем двигаться дальше. Ну, на локальных изменениях я особенно останавливаться не буду, просто, так скажем, обозначу, потому что, ну, действительно, любой проект, он всегда это какое-то изменение. И вот проекты, как раз, да, действительно, они нацелены на конкретный, в той или иной степени, но всегда уникальный результат, жестко ограничены по срокам и ресурсам, в том числе и программами и портфелями. И так называемые текущие витки или рейджайл изменения, то есть те, которые встроены в операционную деятельность. Они не инициируются как проекты и финансируются из операционного бюджета. Здесь уже очень большое количество различных методологий, на самом деле, да, это и PMVOK, ну, как, пожалуй, стандарт, де-факто, такой в мире, это и вот PRINCE2, вот, есть ГОСТ российский, вот, по нему, кстати говоря, тоже, тоже есть тренинг, вот, особенно, может быть, там принципы все абсолютно те же самые, вот, просто, что, если, например, кто работает в ГОСТ-организации, естественно, что разумнее ссылаться на внутренний ГОСТ, который является, ну, по крайней мере, рекомендованным, да, он тоже не обязательно используется, он, вот, хотя бы, он, хотя бы рекомендованный, да, где-то у нас тут есть, вот, как раз, да, вверху, управление проектами по ГОСТ. Аналогичные ГОСТ, кстати говоря, если кому интересно, есть и по программам, и портфелям. Они сравнительно небольшие, там, по 15-16 страничек, но, по крайней мере, основную камбу они задают. Есть вот те самые agile методики, как раз, гибких проведений, гибких изменений, ну, исторически, опять же, сложилось, что скрамы agile идут и зайти, хотя, вообще, достаточно активно применяют и в других областях. Кстати говоря, если по организационной изменения, как раз именно agile, может быть, во многом хорошем, да, постепенно, 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 не вызывая какого-то резкого отторжения, можно продвигаться, да, такими вот, маленькими-маленькими шажками. Ну, а мы давайте перейдем с вами вот как раз к еще одной небольшой, но такой достаточно важной теме, о которой я уже говорил. Это офис управления проектами или project management офис, значит. Что это за зверь и какую роль он играет в реализации таких оргструктурных изменений компании, да. Ну, собственно, почему управление проектами, я думаю, в общем, никто не будет спорить, да. Все эти изменения реализуются в основном через проекты. Понятно, что там такие agile операционные, они на уровне компании, отлаживаются дальше, реализуются на уровне руководителей оргструктурных подразделений. Вот. Так вот, основная задача офиса управления проектами в этом разрезе, в разрезе оргструктурных изменений, как я уже сказал, это поддержание, это поддержание единства среды. То, что есть такой английский термин, кто-то всталкивался, который это хорошо описывает, фреймбок, да, я его еще даже использую, без перевода. То есть среда реализации, да, а что входит в понятие, что входит в понятие среда реализации? В понятие среда реализации входят единые регламенты, единые шаблоны документов, единые киналитетики расчетов, например, поддержки ГИБА, поддержки финансовых показателей. В частности, если взять, например, тот же институт проектного управления, они выпустили и поддерживают шаблоны, общие, да, поддерживают общие шаблоны. Вот я у себя на сайте их переводы, которые пользуюсь, поддерживаю. Так, это IT-стратегии. Так, сейчас. Управление проектами. Да, вот они. Вот они. Там, устав проекта, матрица анализа стейкхолдеров, регистр стейкхолдеров, планы управления рисками, коммуникациями, опрос, сними там по завершении фазы, по завершении проекта. Вот так на протяжении всего жизненного цикла проекта. Понятно, что когда это выпускают, ну, такой глобальный институт, то это очень обобщенное, но на основе этих документов, ну, кстати, то, что мы на курсах делаем, взять их, адаптировать к себе и внедрить каким-то внутренним регламентом, адаптировав как раз к компании. Соответственно, это как раз первая и основная задача офиса управления проектами. А затем уже по ходу реализации проекта, по ходу реализации проекта как раз отслеживать, что удалось, что не удалось, какие методики соблюдаются, какие не соблюдаются, какие эффективны, какие неэффективны и постепенно улучшаются. Собственно, когда я говорю о круге деминга, да, ну, круг деминга там 4, здесь вот приведено 5, ничего это не меняет. То есть, что есть цель, подтверждение, действие, контроль при необходимости улучшения и вот, да, вот такое постепенное-постепенное улучшение. Опять же, масштаб не важен, постепенность, она, в принципе, может быть и на уровне портфеля. И вот проектные офисы могут быть разного типа в компании. Это, кстати говоря, во многом зависит еще и от культуры компании, от принципа принятия решений, не только там от чего-то, хотения или желания. Самый минимальный уровень – это так называемый поддерживающий офис управления проектами, задачи которого как раз и ограничиваются только формированием такой вот регламент на методологической базе. То есть, это фактически некая группа методологов внутри компании. Понятно, что этого не всегда достаточно, потому что написать красивые документы всегда. Не самое сложное значение, гораздо более сложно его к тому внедрить. Да, но это еще как у Наполеона фраза известная, да, что выиграл сражение не тот генерал, который написал план, а тот, который взял на себя смелость его реализовать. Вот, поэтому, конечно, поддерживающий ПМО – это такой самый-самый минимальный уровень, но и он все равно полезен. Хотя бы есть некий общий фундамент, общие терминологии. Общие шаблоны документов, пусть даже кто-то ими не пользуются, но все равно они есть. Это уже не плохо. Контролирующий подразумевает, что у этого офиса управления проектами уже возникает функция контроля. То есть, не просто выпуск вот этих регламентов, но и поддержание организационного баланса. То есть, контроль исполнения – это значит, что у такого офиса управления проектами должно возникать право на проведение аудита, например, внутреннего, как те или иные команды – портфельные, проектные, программные или даже операционные подразделения. Каким образом они соблюдают, соблюдают или давать им какие-то рекомендации по соблюдению внутренних регламентов, по использованию этих шаблонов документов, расчетов и так далее. То есть, это уже такие, как сказать, активные помощники. И, наконец, наиболее развитым будет тип, который называется управляющий. Опять же, термин здесь достаточно, вы понимаете, говорящий. Что это означает? Управляющие с управлением проектами, на самом деле, очень часто, это нет прямого стандарта, но на практике очень часто это портфельный офис. То есть, фактически, управление портфелем. Что означает управляющий? Это означает, что он на основе возможностей компании, ее целей, ее действующих мощностей, как раз распределяет ресурс, то есть, не просто регламент, но обладает право приоритизации работ, приоритизации ресурсов, в рамках выделенных своих ресурсов, обладает право не наращивать ресурсы, какие-то, приобретать материальные, технические и так далее. То есть, это уже абсолютно нормальная управленческая структура. Именно поэтому, чаще всего, команда управления портфелем и офис управления портфелем, так сказать, сращиваются в единое целое. Для реализации портфеля, в некоторых случаях и для реализации программы, все правильно, нужно распределять ресурсы, расставлять приоритеты, в общем, все, о чем мы с вами говорили. И в этом случае, естественно, полномочия должны быть уже, в том числе, и чисто административные. Вопросы построения проектного офиса, они рассматриваются, во-первых, в отдельном стандарте, он менее известен, поэтому я его напомню. Организация проект менеджмент матюрити модел, то есть модель зрелости организации проектного управления, так называемый, ОПМ-3, вот, ну, соответственно, ему посвящен тоже свой вот такой двухдневный курс, который называется «Одивление управления проектного офиса». Ну, естественно, никакие изменения невозможно без тех самых ресурсов, да, вот, когда мы говорим, что, ну, хорошо, некий там проектный офис, вот, они имеют право, они имеют право распределять ресурсы, распределять ресурсы. А что это за ресурсы, что это за ресурсы? Ну, всего выделяют четыре, четыре типа, четыре типа ресурсов, четыре типа ресурсов основных, финансовые, информационные, человеческие, ну, для изменения, почему-то они написали маркетинг, ну, традиционно это материально-технические, да, ресурсы, естественно. Вот, маркетинг здесь выделен, ну, я так сильно подозреваю, в силу того, что, сколько любое изменение почти всегда сталкивается с противодействием, да, я вот раз об этом сейчас и поговорим, то есть даже такое понятие, как внутренний пиар, то есть внутреннее продвижение, в какой-то себе даже внутренняя реклама вот этих вот преобразований, этих обновлений, которые реализуются. И поэтому, когда изменение любого масштаба, вот здесь я хочу сказать, мы как бы здесь переходим уже немножко в другую с вами плоскость, только сшли как бы вертикально с точки зрения масштабности для организации, да, портфели, программы, проекты, операционные, сейчас мы как бы уже в такой горизонтальной плоскости, да, тут тоже выделяют разные четыре модели изменения, да, это психологическая, то есть как это воспринимают люди, это, которые работают внутри, это процессная, то есть как будут меняться бизнес-процессы, это покупательская, то есть понятно, да, как будет восприниматься рынком, и так называемая системная, то есть как это все будет объединяться между собой. Давайте начнем с психологической модели, так называемая U или V модель, по-разному ее называют, это, кстати, как вы видите, близко к вот этой самой фазе провалов, фазе шторма или фазе провалов, которую я рисовал, да, но это все-таки немножко другое имеется в виду, достаточно известная, так сказать, модель, тема которой огромное количество всяких картинок, я могу такую выбрать. Когда мы говорили о фазе энтузиазма, да, вот эти энтузиасты, но большинство отрицают. Зачем? А для чего он нам отрицает? Мы так хорошо работаем, у нас так неплохо. У кого-то этот страх может быть связан с тем, что человек, скажем так, долго завоевывал свое место под солнцем, но тут, чтобы менять, я опять что-то доказываю. Буду тоже продолжать все примеры с нашими технологиями, форматами обучения, это настолько ярко было. Всегда видно, что иногда очень, так сказать, заслуженные, даже популярные, можно сказать, коллеги очень жестко сопротивлялись. Почему? Потому что, вот, я так привык, я так привыкла, мы так работаем, а здесь будет хуже, зачем я буду портить там свою репутацию или еще что-то, еще что-то. То есть, действительно, в какой-то момент приходилось преодолевать. Почему? Всегда говорят, что внедрение вот этих всех обновлений тоже процесс постепенный. И тот же цикл Деминга, вот, чем хорош, что когда на таких вот энтузиастах, да, на движителях показали, что это возможно, это хорошо, это работает, ну, понятно, другим это принять уже в какой-то момент проще. Так, по опыту, в фазу депрессии попало достаточно мало в нашем случае людей, очень мало, потому что, ну, как бы, действительно, просто увидели, посмотрели, что, да, работает, как-то перестроить в депрессию, то есть, когда, ой, нет, у меня не получится, это невозможно, там, меня выдавливают, и все, ну, буквально считано единиско. Как-то вот у нас больше, ну, так прошло, да, то есть, было какое-то сопротивление, там, изучение, как это работает, какой опыт коллег, а потом выход на то же самое плату. Вот, и вот именно здесь можно уже мерить эффективность проведения изменений в целом по компании, то есть, уже не на отдельных каких-то энтузиастах, или, как там называют, на пилотных, да, проектах. Понятно, что энтузиасты с большой долей вероятности получатся несколько лучше, чем у того, кого заставляют, естественно, это очевидно, ну, да, вот здесь уже как раз можно измерять и замерять, что же у нас на самом деле получилось. Причем, опять-таки, если вернуться и на больших масштабах взять, скажем, в рамках портфеля, то, ну, мы где-то в прошлом, наверное, у себя обсуждали, там, тоже, вот как измерить, например, эффективность вебинара. Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Сколько дополнительно там приносит денег, приносит клиентов и так далее, да? Ну, это то, что лежит на поверхности. А как измерить, что хорошо, а вы формируются, допустим, записи, и насчет этого используются другие форматы, да, вот такое, посленное. А как еще тяжелее измерить, допустим, что просто вспомогательные, всякие электронные материалы тоже сформированы, и их теперь можно использовать обратно уже в обычных очных группах. Кто у нас бывал, там, знаете, что даже на обычные очные группы почти везде сейчас, ну, 80, наверное, процентов нет печатных материалов, есть просто электронные, которые также вот можно забрать в себе, все. Так сказать, никаких проблем использовать. То есть вот такое. Это психологическое. Следующая – это модель покупательская. Ну, покупательская модель, она как раз в большей степени привязана именно к реализации портфельной программы. То есть модель была разработана как раз у системы American Express, откуда и получила, собственно, свое название, свое наименование. Определить перспективу, то есть куда мы будем двигаться. Установить содержание, это уже как раз узнаете, да, чисто проектное управление. Управлять поддержкой, это уже, как мы сказали, задача программы, да, для портфеля это слишком высокий уровень программы. То есть передали в эксплуатацию, поддерживаем. На самом деле, смотрите, да ведь все достаточно вещи хорошо известны. Потому что что на производстве, что в IT, что в телекоме, когда запускается какой-то новый продукт, запускается какая-то новая производственная линия, то те, кто разрабатывал, монтировал там и запускал, они, как правило, еще какое-то достаточно длительное время, это месяц, два, три, иногда там бывает на крупных производствах и доходах, находятся, что называется, вот здесь рядом оказывают усиленную поддержку, сопровождение, да, то, что называется поддержка разработчика, да. И при этом вот здесь очень важный момент, поддержка целостности состояния. То есть, ну, как всегда, любое изменение, да, это как все любые традиционные модели описывают, любое изменение всегда задевается для того, чтобы сделать лучше, но реализовывать его надо не так, чтобы сделать лучше, а так, чтобы не ухудшить то, что есть, то, что работает. Ну, вот, следующая как раз модель системной поддержки, да. Кто ключевые, заинтересованные стороны, чья поддержка, ну, понятно, это крупные преобразования, это всегда. Первое лицо. Первое лицо. Компании, это, естественно, все основные функциональные руководители, операционный менеджмент, тот самый офис управления проектами, ну, и, собственно, непосредственный исполнитель. Ну, и общие рекомендации, общие рекомендации к организации, общие рекомендации. Плановый подход. Это звучит красиво, а кто из вас такой водитель, хорошо знаете, что значит плановый подход. Это значит, как раз такой очень аккуратненький, аккуратный, поэтапный, который фиксирует вот каждый вот такой цикл, да, чтобы вот эта фаза провала, она не усугублялась все время все больше и больше. Поэтому обычно, вот если говорить о последовательности внедрения, обычно в компаниях, конечно, сначала внедряют проекты. Для многих, для многих организаций внедрения проектного управления, в принципе, будет достаточно, потому что если компания в основном заточена на, скажем, какую-то рационную деятельность, то функции управления программами могут просто не потребоваться. Начинается обычно все тоже с этих отдельных проектов. Потом аккумулируется опыт, да, то есть вот эта модель опять, аккумулируется опыт, и можно начинать устраивать офис проектного управления, уже централизованную вот такую структуру. Чаще всего начинают с поддерживающего, потом придают какие-то контролирующие функции. Ну, делать офис управления проектами управляющим, как мы уже с вами говорили, вопрос скорее, скажем так, индивидуальный, скорее индивидуальный для каждой организации, потому что где-то это просто может не потребоваться, это уже не уровень зрелости, зрелости, не уровень зрелости организации, это скорее вопрос целесообразности, опять-таки. Для проектных компаний скорее всего целесообразный, для операционных далеко не всегда. А вот следующим шагом уже может быть, да, постепенный переход, там, управление программному, если она нужна, портфельному. формирование портфеля, ну, формирование портфеля требует, конечно, еще определенной культуры управленческой внутри организации. Что за этой фразой, что за этой фразой стоит? В первую очередь делегировать полномочия, потому что можно наговорить кучу красивых слов, что у нас реализуются там портфели и все такое прочее, которые на самом деле могут быть разрушены одним очень простым вопросом. А какими полномочиями вас обладает руководитель портфеля? Ну, он все координирует и мне докладывает. Ну, приехал. Руководитель портфеля должен обладать необходимым бюджетом, во-первых, и административными полномочиями, которые позволяли бы ему привлекать ресурсы из линейных подразделений. Во-вторых, если руководитель портфеля не обладает достаточным административным ресурсом для того, чтобы привлекать персонал из других подразделений, то я не могу сказать, что портфельного управления нет вообще, но это, конечно, уже существенно, так скажем, падает. Эффективность, потому что начинаешь превращаться в такого, главное, уговаривающего, да, дай мне ресурсы, когда твои люди могут, а так далее, и так далее, и так далее. Тоже, наверное, многие сталкивались, ситуация достаточно известная. Вот, собственно, все эти вопросы мы и рассматриваем как раз тоже у нас в специализированном курсе по управлению организационными изменениями. Я как раз хотел бы завершить, прежде чем перейдем к нашей финальной серии вопросов-ответов, завершить показом общей нашей линейки курсов. Вот я могу так на слайде показать, либо она вот на постоянно обновляющейся схеме, которую я уже показывал. То есть, да, в основе лежат стандарты управления проектами. Ну, кто работает в IT-власти, понятно, там. Они те же самые, просто, ну, как мы сразу даем специфику, да. По принципу, кстати, сразу хочу сказать, что это общий стандарт, он совершенно не заточен на IT-проектах. Стандарты ГОСТовские, а дальше вот оно как раз и есть. Управление программами, управление портфельным офисом, то есть проектным офисом управления портфелями проектов и общие вопросы организационных изменений. Вот если готовить подобную программу организационных изменений для своей компании, я бы, наверное, рекомендовал, ну, если кто-то не сталкивался с общими принципами проектного управления, познакомиться, а то как раз посмотреть вот эту структуру организационных изменений, подход, работу со стейкхолдерами, а то уже для себя, собственно, понимать, куда стоит двигаться, нужны ли вам программы, нужны ли вам портфели, или сначала нужно обладать именно уровень как раз проектный, потом уровень проектного офиса, как раз, как мы сейчас с вами говорили. Таким образом. Наверное. Так, пожалуйста, какие здесь у кого тоже вопросы, может быть, какие-то соображения, и я в конце потом оставлю еще контакт, потому что, понятно, в таких вещах всегда в основном вопросы проявляются уже... А, для вас выложите это? Да, эта презентация будет выложена, безусловно. Она появится на сайте в виде записи. Вот здесь. Вот, собственно, этот наш раздел, да? А, на сайте? Да, 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 вот, 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 видите, вот здесь, именно в разделе управления проектом, в разделе управления проектом, но здесь, то есть тематически появляются прямо вот здесь записи. Вот, ну, естественно, я выложу вот здесь у себя, именно как презентацию, а на сайте специалиста, разумеется, это все будет наша записи целико-целико-полсно. Да, все это будет выложено. Обычный период где-то в течение недели. Еще какие вопросы, пожалуйста? У меня есть вопрос, но только он очень глобальный. Очень? Ну, давайте глобальный. Да. Почему большинство проектов эти нефти просто безнадежны? Обычно, когда запускают ресурсов, не хватает как минимум на 50%. Времени, соответственно, тоже. Да мы правильно с вами даже немножко говорили. Понимаете, я могу отреться так же глобально. Я могу отреться так же глобально. На самом деле, это попытка реализовать слишком много проектов и не отказ от учета распределения ресурсов. К сожалению, то, что я, допустим, на курсах пытаюсь всегда, я этому уделяю, наверное, там треть от всего времени. Пока мы не разберемся со стейкхолдерами, где у меня тут чего-нибудь. Ну вот, да, вот как раз. Допустим, да, вот там реестр стейкхолдера. Пока мы не разберемся в несколько-несколько проходов, кто чего хочет. Какие есть там желания-пожелания, какие есть ограничения по ресурсам, кто там палки в колеса будет ставить. Вот пока вот это вот не отработает. Ну, в большинстве случаев бывает, главное, ввязаться в бой, а там посмотрим. Ну, а там вот потом и смотрят, как вы видите. Да. Правильно? А иначе мы бы никогда не выбрали этот тендер. Ну, а, ну, понимаете, тут же опять, я дальше надо смотреть, а дальше на этом выигранном тендере вы заработали или потом доделывали за свой счет? Да, да, да. Ну, что же вам в вопросе? В общем, в обстановке цветноты и так далее. В обстановке цветноты, недовольство всех, всеми и всем, ну, это вся общеизвестная ситуация. Почему вот эти стандарты и говорят, почему их вот так и распространяют? Вот эти иерархические все стандарты подхода к любым таким преобразованиям, они как раз основаны на чем? На том, что планируем, планируем, планируем. Вот тоже, если вспомнить, это всегда говорится прямо на базовых курсах, что фазы инициации планеты, все действия связаны с планированием. Чем крупнее проект, тем больше они занимают время. Если в небольших изменениях, это может быть 10-15% времени на планируем, то тех, которые затрагивают все предприятие, стандарты, вероятно, может быть до 40%. И чем крупнее проект, тем больше вероятно, что будет отставание. Отставание, да. А правда? И отставание, несоблюдение, почему? Потому что они не проработали. Не очень хороший пример привел, кстати, на Костовском именно стандарте. Человек был, очень серьезный, он был руководителем двух проектов. Один проект, я запомнил, это было строительство завода Киа в России, а второй тоже был автозаводом, ну, он локализован был. Он говорит, что что 140%? У нас 80% планировали, а 20% только уже, собственно, там строили. А, то есть это 7 раз в апреле, 1 раз в апреле. Ну, оно самое, да, оно самое, это что, это вот, это у нас в России, то есть это, ну, вот, когда захотели, значит, сделали. Не знаю, какова там роль была, конечно, корейцев в этом, он не говорил, но корейцев был. Он вот сказал, говорит, что часов, что такое 40% типа, нашли чемпугать. Вот у меня проект строили, завод Кио, я руководитель был этого строительства. У нас 80% было планирование. И только 20% собственное исполнение, то есть, все. А самое такое, это мне вот недавно рассказали, у меня где-то даже там есть, ну, на сайте или где-то, сейчас не буду искать. Значит, в 2000, дай бог памяти, в 9 или каком-нибудь, в 8 году, значит, в Лос-Анджелесе строили эстакаду через весь центр города. То есть, как бы, нужно было 2 окраина, вот, связать эстакаду. Значит, сколько они там планировали, и так и не сказали, но, в общем, формально контракт длился в год. А само строительство заняло 36 часов при контрактных обязательствах 48 часов. То есть, построить автомобильную эстакаду на город заняло 48, меньше 48 часов. Причем, условия были жесточайшие, там, за каждые 10 минут просрочки штраф от этих 48 часов, штраф по контракту был, там, десятых тысяч измерялся. То есть, там вообще, наверное, 95% времени было наклонировано. То есть, такое бывает, такое бывает, но бывает, да, это скорее исключение. К сожалению, да, здесь я должен с вами согласиться, это скорее исключение из правил, но тут, собственно, наша срачка есть, что-то. Пытаться постепенно в работе доносить до своего руководства, что, в общем-то, они же меньше и рискуют. Для их инвестиций они же меньше и рискуют. Да, казалось бы, вот тянем, 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 планируем, но зато потом сделаем более обоснованно. К тому же инвестиции будут. Кому с тобой, что подходит Жора, жарь рыбу, а рыбы нету, а ж ты, главное, Жора, жарь, а рыбу не будет. К сожалению, такое бывает, кто же, что говорится, будет скорость. Например, запускается какая-то система, требуются такие-то функции, менеджеры дают обещание, что да, такие-то функции у нас есть, она все это будет делать. Потом оказывается, что на самом деле ничего нет. А для этого надо подписывать. А все подписывают, а потом выделяют край. Нет, вот, кстати говоря, совершенно, так сказать, никакие там невысокомудрые ничего, я вот специально даже опубликовал у себя просто как пост такой, как некий обмен опытом. Относительно недавно, месяца 4 назад завершился проект, правда, по словам тоже будет. Вот, но в целом прошел достаточно удачно. Крупный из первой десятки российский туроператор, они там делали систему. Вот мы там, ну вот я как консультант там работал, мы именно, это вот классический вариант изменения, который сейчас как изменение небольшое, кстати говоря. То есть они сказали, о, нам нужно там для наших партнеров агентств там что-нибудь переделать, чтобы можно было, ну, как-то обычно в этом, страничку там повиснуть, чтобы через них там туры заказывать, через партнерские агентства. Когда начали разбираться и собирать те самые пресловутые требования, выяснилось, что оказывается, это, ну, в программу не выросло, но это стал довольно крупный проект, потому что он затронул. Там пришлось переделывать весь сайт полностью с нуля. Это, собственно, потянуло переделку бэк-офисной системы, ну, не с нуля, слава богу, но тоже так, что это стало заметным. Соответственно, это, и в результате основным работам не приступили, пока вот это все не согласовали, и там все не подписались в присутствии генерального исполнительного директора. Вот здесь, собственно, здесь, что я отмечаю, что вот редкий, вот, кстати, я тоже два раза прям подчеркнул, и первым пунктом тоже почему вы видите, что редкий случай, ну, почему вот хорошо, все-все хорошо, что хорошо кончается, да, полная и активная вовлеченность двух старших руководителей. То, что они там где-то сказали, ну, делайте. Они минимум раз в месяц участвовали в совещаниях, где им там предъявлялось, показывалось, они там принимали какие-то решения, вот такие вещи. Ну, вот это как раз отсылка, вот именно я говорю, что вот этот регистр стейхолдеров, то формирование этих требований, и вот эти определения масштаба изменений, что изначально вообще думали, там лежае, ну, сделай там вот так, будем делать, 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 вот когда наши партнеры-агеты скажут, что все хорошо, мы и скажем, что все хорошо. Оказывается, нет, придется делать нормальный, полноценный иерархический проект. Поэтому, который, кстати, еще и там показал всякие разные вещи, связанные там с персоналом, какие-то люди просто выросли очень хорошо на этом, потому что просто не понимать. Да, но вот тут, понимаете, вот так, что сказать? Во-первых, показываете убежать, ничего другого тут не остается. И всегда есть крайний вариант сказать, что, ну, знаете, я в провальные вещи, мне ввязь. На самом деле, это... К сожалению, охлаждает, охлаждает. А кто знает, может, это для вас лучше, может, не знаете. Я понимаю, что когда-то там Черчилль сказал, когда его там не переизбрали премьер-министром, он уже у нас сказал, а подумай, может, это и лучше, он сказал, а, может, в этом есть, что ли, выгода, или как-то, что если в этом есть какая-то, какая-то выгода, то она очень далеко запрятана, да? Но, тем не менее, возможно, это так, потому что, ну как, потерять на таком уже уровне, в общем-то, репутацию профессиональную, ну, не знаю. Нет, ну, потом это же не значит, что это всегда до этого доводит. На самом деле, руководитель тоже начинает задумываться о том, что, если вот человек тут так жестко стоит, а что, чем это потом чудевато для них, да? Крайне мере, на этом можно начать какое-то обсуждение. Вот, ну, надеюсь, что с пользой. Так, коллеги, кто на вебинаре, еще у нас какие-то вопросы есть? Пожалуйста, не стесняйтесь, контакты вы видите. Значит, еще раз говорю, все будет выложено на сайтах, все будет выложено, так что доступ у вас будет, пожалуйста, ждем и на более подробное. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok